Курбатов Георгий Дмитриевич родился 7 апреля 1919 года в городе Ельце. В 1939 году был призван на службу в военно-морской флот. С июня 1941 года находился на фронте. Служил на торпедном катере Северного флота в должности командира отделения мотористов и звания старшины второй статьи. За время службы участвовал в 20 высадках десанта и разведгрупп, 20 установках мин и потопил 8 вражеских кораблей. В одном из боев весной 1944 года осколок снаряда перебил маслопровод двигателя катера. Судно теряло скорость и становилось легкой мишенью для врага. Разрывы снарядов становились все ближе. Несмотря на то, что горячее масло обжигало руки и тело, Курбатову удалось закрыть пробоину подручными средствами и восстановить ход судна. За этот подвиг 30 апреля 1944 года он был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. К тому моменту у него уже были медаль за отвагу и Орден Красной Звезды. Во время атаки на немецкий караван катер двумя торпедами потопил вражеский транспорт. Ответным огнем фашистские корабли охранения повредили двигатель катера и внутрь стала поступать холодная забортная вода. Возникла угроза полной остановки судна. Курбатов вместе со своим отделением сумел заделать пробоины и остановить течь. Затем они отремонтировали двигатель и катер смог благополучно вернуться на базу. За этот подвиг Георгий Дмитриевич был награжден Орденом Красного Знамени, приказ от 22 июля 1944 года. Во время Пицамы-Киркенесской операции в ночь на 13 октября 1944 года катер с десантом под интенсивным огнем противника причалил к берегу в порту Ленахамари в Мурманской области. Курбатов выскочил на пирс, чтобы пришвартовать судно. Но обледеневший настил не имел тумб или других подходящих приспособлений. Старшина действовал быстро и решительно. Он уперся во вмершее в пирс бревно, закрепил вокруг своей ноги трос и приказал десанту высаживаться на берег. Курбатов удерживал катер до тех пор, пока последний десантник не оказался на суше. В это время противник вел обстрел акватории порта, поэтому было необходимо как можно скорее покинуть гавань. Осколками перебило рулевое управление катера, а сам старшина был ранен в обе руки. Но несмотря на трудности с управлением судном, Георгий попеременно использовал двигатели и смог вывести катер из зоны обстрела. За проявленное мужество 5 ноября 1944 года старшине Георгию Дмитриевичу Курбатову присвоили звание Героя Советского Союза. После войны он стал офицером и служил на флоте до 1949 года. Уйдя в запас, работал на одном из транспортных предприятий в родном Ельце. Скончался 19 апреля 1991 года. В память о Героев ВМФ России в 2020 году появился новый противоминный тральщик Георгий Курбатов.